Здравствуйте, уважаемые зрители! Уволенный генерал-лейтенант Рустам Мурадов дал оценку деятельности российских миротворцев на Горном Карабахе. Вот видите на фотографии, недавно его уволили. Последней миротворческой миссией Рустама Мурадова было возвращение 7 сентября двух армянских пленных из Баку. Да, обменяли на азербайджанского военнослужащего. Бывший командующий миротворческими войсками России в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов позитивно оценил работу российских миротворцев в этом регионе, сообщает ТАСС. В четверг Мурадов присутствовал на встрече участников Всероссийской патриотической акции «Вахта героев Отечества» в Бахачкале. Как он оценивает деятельность сейчас миротворцев в Карабахе? Оцениваю деятельность миротворческой миссии России только положительно. Оценку нам дает мирное население. Сегодня жизнь в Карабахе идет полным ходом. Есть, конечно, вопросы очень сложные, но процесс идет. Возвращение людей, решение ряда проблемных вопросов. Поэтому, думаю, будет все нормально, сказал Мурадов. Он добавил, что российские миротворцы будут находиться на территории Нагорного Карабаха в течение пяти лет после произошедшего конфликта. Первые пять лет по соглашению, подписанному главами трех государств, впоследствии будет принято решение о дальнейшем продлении и пребывании российского миротворческого контингента, сказал он агентству ТАСС. Герой России Рустам Мурадов завершил свою миссию в качестве командующего миротворческими войсками России в Нагорном Карабахе. Командующим миротворческой миссией России в регионе стал генерал-майор. Поменяли. Был генерал-лейтенант, стал генерал-майор. Михаил Кособоков. Что-то не слышно. Кто такой? В общем, вот такие новости. Рустам Мурадов уволен. Ты просто уволен. И жизни моей навсегда, как пела Верка Сердючка. Ну все. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч.